Масштабная пенсионная реформа, открытый рынок земли, выборочное субсидирование для граждан, право самостоятельной прослушки граждан НАБУ и признание 3 миллиардов долларов долга перед Россией. Все это условия получения кредита от МВФ, о которых говорят нардепы. Одни расценивают сотрудничество с фондом как необходимую помощь, другие называют его антинародным. Вчера было принято позитивное решение, проведенный черговый транш МВФ. Мы понимаем, что эти деньги пойдут на поддержку национальной валюты. Мы получили решение от МВФ относительно украины наступного траншу в рамках программы сотрудничества между Украиной и МВФ. Это очень важная вещь, и я считаю, это успех Валерии Гонтарьевой в том числе. Они хотят увеличить уровень выхода на пенсию, они хотят увеличивать тотально охрану здоровья и обеспечения в нашей стране, и за счет этого сбалансировать бюджет. Преступление, которое совершает МВФ, это создание новой голубой коалиции в парламенте. Из радикалов Ляшка, Народного фронта и блока Петра Порошенко. У них есть одна ключевая задача, к которой они шли последние 25 лет – забрать украинскую землю. Я думаю, что это скоро у нас будет национальным святом, когда дадут очередной кредит. До этого мы уже идем. На самом деле, нужно знать условия отрождения кредита, потому что дьяволы, кто говорит, в деталях, и поэтому очень важно знать, на каких условиях отрождения этот кредит. Я думаю, что сейчас, когда МВФ принял решение, а у них по закону неможливо публикувать меморандум, открыть доступ, пока нет решения. И поэтому сегодня мы увидим, что заклав уряд за этот кредит. Продолжение следует...